Глава города Вячеслав Сверчков остался недоволен ходом строительства Ивановского планетария. С рабочим визитом мэр посетил музей камня. Именно в стенах этого учреждения выделено небольшое помещение под будущий планетарий. Днем сломали пригородку, забетонировали пол. Начали подготовительные работы к строительству трехскатной крыши, под которой будет размещен купол. Вячеслав Сверчков отметил, что строительные работы, конечно, ведутся, но далеко не теми темпами, какими нужно. Исполнительная власть наша обещала, что к концу года будет практически на выходе уже и планетарий. И вот сегодня мы видим, что как раз по планетарию основные там, может быть, работы и сделаны строительные, но отделочные даже не начинались. Поэтому мы сейчас, безусловно, проанализируем ситуацию, почему так произошло. И, безусловно, подумаем и с депутатским корпусом, и с главой администрацией дополнительно выделим средства, потому что, действительно, обещанный планетарий, который мы обещали, может быть, к концу года, к началу следующего, безусловно, надо сделать. Из городского бюджета на реконструкцию музея камня уже выделено более 6 миллионов рублей. На эти средства заменили окна, отремонтировали систему утопления, выполнили отделочные работы на втором этаже. Сотрудники музея камня уже начали заниматься формированием экспозиции. Предполагается, что здесь появится 8 выставочных залов. Дети сначала будут совершать путешествия по планете Земля, исследуя минералы, а затем отправиться в путешествие по звездному небу. Планетарий будет из себя представлять зал на 25-30 человек, где будет смонтирован каркасно-вакуумный купол, где-то 5 метров диаметром. Будет закуплена специальная аппаратура проекционная, которую будет проецировать. Будут закуплены лицензионные учебные фильмы. Естественно, что наши специалисты-астрономы будут для детей проводить учебные семинары и учебные занятия по астрономии. Сотрудники музея камня мечтают и о мобильной обсерватории, чтобы дети могли наблюдать за звездами не только при помощи компьютерных программ, но и вживую. В конце этой недели разрешится главная интрига – удалось ли музею выиграть грант на приобретение оборудования для планетария. Или мэрии придется искать другие источники финансирования. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.